МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Про социальную ответственность моды, ее роль в решении глобальных вопросов, кем и вызовом. Предлагаю посмотреть и послушать. В чем кардинальная разница вот этого фэшн-вика, что касается sustainability? Резница заключается в том, что мы выросли из небольшой лекции, которая была присвящена святому споживанию для людей, таких звичайных, которые, в принципе, не занимаются модой. Это была более плановая, открыта лекция. И одна лекция переросла в повноценный саммит, который направлен на фэшн-индустрию, и на спинноту, которая занимается дизайном, которая есть конструкторами, которые, власне, работают в стайлингу, работают также на показах. То есть мы говорим, что мы от простого выросли до максимально профессионального освятого захода, который помогает не просто святому споживанию, а, власне, изменять индустрию, потому что мы освятую сбогачиваемся. А вы можете привести пару-тройку интересных примеров, как ваши дизайнеры в этом Ukrainian Fashion Week пустили некоторые свои показы в соответствии с критериями sustainability? Звычайно. У нас, по-перше, есть Ксения Шнайдер, которая вчера завершила второй день, которая является адептом святой моды в Украине. Она одна из самых известных и популярных дизайнеров в мире. Плюс сегодняшний саммит завершается, это мы впервые таки делаем, он завершится с шоу, которое будет создаться из шести дизайнеров, которые также адептом святой моды. Это будет очень директорное шоу. Я не буду сейчас что-то рассказать, потому что все увидят. Вы производите шубы из искусственного меха. Почему такой выбор? На самом деле там нет штучного футера. Это sustainable пальто, пуховое, но вместо пуха там металлогичное наполнение. И спринтованное хутро. То есть оно просто выглядит, как натуральное хутро. Оно скроено, как натуральное хутро. Но там натуральные фрубники и вся сбытная часть, которая подходит переробцам. Друзья, вы, наверное, задались вопросом, где же моя очаровательная ведущая Каролина. Вы знаете о Каролине и ее неутомимости ходят поистине легенды. Уже с шести утра она сегодня на ногах провела свой дневной эфир. И уже несколько часов она в бэкстейдж. Украина фэшн-вик готовится к своему проходу в качестве модели. Представьте себе. Я надеюсь, у нас сейчас будет возможность пробраться в бэкстейдж и поговорить с Каролиной. Каролина, наши зрители, наверное, не ожидали увидеть тебя в этой роли. Теперь ты по эту сторону микрофона. Я тебе хочу сказать, что наши с тобой глядачи, я думаю, что они очікували бачить нас в таком обладе. Карол, во-первых, сегодня быстро. Как тебе все удается? Ты с шести утра на ногах, ты успела уже провести дневной эфир свой, и ты уже здесь. Где твоя энергия? Я розраховую на тебе. Моя энергия в тебе сьогодні. Бачишь? А я пройдусь о 8-й на дуже классном показе, на якому буде багато відомих телеведущих, в том числе не только телеведущих, а и зірок. Это твой первый модельный опыт на подиуме? Ты знаешь? Ні, ні, ні. Колись была. И, до речи, в рамках Ukrainian Fashion Week это было, напевно, что 2003-2002 год. Я уже так долго не живу так. А вообще, на самом деле, друзья, вот тад-да, эффект уже файнал продукт. Каролина, 5-10 минут на подиуме и готова поразить и сразить всех посетивших третий день форума. Каролина, а почему вот это одеяние? Они не доверяют высокие каблуки? Ну, по-перше, это модно. По-друге, это практично, а по-третье, это пасует. А ты волнуешься вообще? Ну, честно. Ні, я не хвилююсь. Я ж на модели, я ж на профессионной модели. На самом деле, это будет главная сенсація этого Fashion Week, потому что никто даже не подозревает, кто сейчас будет затесан в эти стройные шеренги профессиональных моделей. Друзья, что здесь только что произошло? Мне кажется, это кульминация уже сейчас, третий день, кульминация всего Fashion Week с месседжем «Be sustainable». На примере звезд мы видим необходимость спасать мир модой и красотой. И вот мы спасаем, мы делаем вещи уже не просто для того, чтобы… Потому что нам нечего носить, а делаем вещи, потому что мы спасаем планету, мы делаем их из остатков производства, из лоскутков, мы делаем из какой-то органической ткани. Головный месседж, мне кажется, в этой истории, связанной с sustainability, он прилегает в том, что мы не настолько богаты, чтобы позволять себе носить дешевый одяг. По 90 гривен, да, что называется. Это уже на самом деле устойчивое выражение. Мишель, какая была ваша месседж конкретно, когда вы шли? Месседж был такой же, как и все, что надо беречь. «Нашу планету, потому что происходит, как мы видим, вещи, которые не должны происходить». «Просто розумное споживание одягу – это еще и про красу. То есть, если мы повторно используем этот одяг, он может быть красивым, стильным, натуральным, поэтому почему не дать ему друге дыхание? Просто классно». «Я думаю, что еще один день не меньше насыщенный, чем сегодняшний». «Не меньше насыщенный». «Я думаю, что они не действительно могут быть красивыми, чем сегодняшний день, чем сегодняшний день». «Я думаю, что они должны быть красивыми, чем сегодняшний день.